Радиостанция Голос России и Министерство регионального развития представляют программу Домой в Россию. Радиостанция Голос России и Министерство регионального развития представляют программу Домой в Россию. Радиостанция Голос России и Министерство регионального развития представляют программу Домой в Россию. Радиостанция Голос России и Министерство регионального развития представляют программу Домой в Россию. Готовы оказать серьезную поддержку тем, кто желает вернуться на историческую родину. В эфире программа Домой в Россию. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в середине 2006 года. Тогда Федеральная миграционная служба прогнозировала приезд нескольких десятков тысяч переселенцев в год. Однако на деле цифры оказались значительно скромнее. Причины этому разные. И регионы не всегда отвечали запросам потенциальных переселенцев. И сами соотечественники имели смутное представление о новых возможностях. В итоге за четыре года действия программы в страну переехали более 30 тысяч человек. И тем не менее сегодня уже можно говорить о том, что программа по переселению набирает обороты. В 2010 году, по данным Федеральной миграционной службы, в Россию переехало более 12 тысяч человек. На 30% больше, чем год назад. А число поданных анкет на участие в государственной программе возросло почти на 105%. Такой всплеск интереса со стороны соотечественников во многом связан с тем, что и программа переселения, и законодательство, которое с ней связано, постоянно совершенствуются. В эфире программа «Домой в Россию». Так, буквально на днях депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс и закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Законопроект предусматривает, что с 1 января 2011 года для иностранных граждан, приезжающих в Россию по госпрограмме переселения соотечественников, будет введен налоговый режим как для российских граждан. До сих пор в период первых 183 дней пребывания в России, то есть до получения гражданства, они платили подоходный налог в размере 30%, а не 13%, как россияне. Кроме того, поправки освобождают новоселов-переселенцев от уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства. В эфире программа «Домой в Россию». Полный пакет федеральной поддержки переселенцев включает в себя компенсацию расходов на переезд к будущему месту жительства. Это железнодорожные и авиабилеты на всю семью плюс провоз личного имущества. Семье до трех человек компенсируются расходы на перевозку личного имущества пятитонным контейнером. Семье более трех человек – двумя пятитонными контейнерами. Предусмотрена компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов о статусе переселенцев. Напомню, что Госдума уже приняла в первом чтении поправки, которые освобождают новоселов-переселенцев от уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства. Государство также компенсирует таможенные платежи и налоги на вывоз личного имущества из страны, которую покидают переселенцы. Кроме того, им выдается единовременное пособие на обустройство, так называемое подъемное. Подъемное для переезда на Дальний Восток составляет 120 тысяч рублей на переселенца и по 40 тысяч на каждого члена его семьи. А до приобретения гражданства России каждому гарантировано ежемесячное пособие по безработице. Также переселенцы получают материальную поддержку со стороны местных властей. Правда, порядок цифр здесь разный в зависимости от региона, куда приезжают люди. В эфире программа «Домой в Россию». Сегодня в программе по оказанию содействия переселению соотечественников участвуют 32 российских региона от Калининграда до Дальнего Востока. У каждого есть свои приоритеты. Одни ждут работников сельского хозяйства, другие – представители рабочих профессий, третий – специалистов нефтегазового комплекса, а четвертым нужны учителя. В эфире программа «Домой в Россию». Тихоокеанский вектор – это одно из самых перспективных направлений социально-экономического развития России сегодня. Как считают ведущие мировые специалисты, у российского Дальнего Востока отличные возможности. Он может стать форпостом страны в самом динамично развивающемся регионе мира – Азиатско-Тихоокеанском. Но прекрасные перспективы не могут осуществиться сами по себе. Именно поэтому на Дальнем Востоке программе переселения соотечественников уделяют особое внимание. Визитная карточка региона Еще сто лет назад, благодаря реформе Петра Аркадьевича Столыпина, в заселении и освоении просторов Сибири и Дальнего Востока произошел настоящий рывок. Тогда более трех миллионов переселенцев из центральных регионов успешно обосновались на новых местах. Они основали от Урала до Приморья сотни новых населенных пунктов. Наблюдался значительный экономический рост в развитии не только Сибири и Дальнего Востока, но и России в целом. Сегодня опыт тех далеких времен снова востребован, он адаптируется к современным условиям. На Дальний Восток страна направляет огромные инвестиции. Разработана стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года. Первый и главный вопрос – сохранить население и обеспечить его приток, а это значит обеспечить нормальную благополучную жизнь на территории Дальнего Востока. Колоссальные средства будут направлены в инфраструктуру, автодороги, железные дороги, социальные и культурные объекты, аэропорты. Новое направление программы – создание дальневосточного зернового коридора. Одним из главных проектов российского топливно-энергетического комплекса в этом десятилетии стал нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». Для Дальнего Востока это десятки тысяч новых рабочих мест, новые города и новые масштабные проекты. Символично, что в 2012 году форум ОТЭС пройдет на российском Дальнем Востоке. В 2010 году он состоялся в Японии, в 2011 пройдет в Соединенных Штатах Америки, а в 2012 у нас в России, в столице Приморского края – Владивостоке. Именно здесь в конце прошлого года прошел международный форум «Интеграция соотечественников-2010». Наш корреспондент встретился на форуме с директором Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития России Александром Журавским. «Этот регион Дальний Восток является приоритетным в точке зрения дальнейшей реализации госпрограммы. Это макрорегион, куда должны с нашей точки зрения, с точки зрения федерального форума государственного власти, направляться основные потоки соотечественников в рамках государственной программы. И в этом отношении то, что состоялось, это событие Международного информационного форума «Интеграция соотечественников-2010». В Владивостоке это знаково. Люди посмотрели регион, поняли его достоинства, его возможности, его перспективы, пообщались, встретились с теми переселенцами, которые уже приехали в регион, посмотрели на те строки, которые идут. Понятно, может быть, сейчас не все респектабельно с точки зрения внешней коортики, но я думаю, что к 2012 году это будет совершенно другой регион, в том числе потому, что будет создана вся инфраструктура на острове Русский, в том числе и технопарк, и потому, что появится федеральный университет с большими возможностями по приему студентов. А это очень важно для наших соотечественников, потому что возможность получить качественное образование – это одно из важнейших условий для принятия решения о переезде в другую страну. Очевидно, что только федеральные программы, какие бы организационно-правовые положения в ней не заявлялись, недостаточно. Серьезная ответственность лежит на самих регионах, принимающих переселенцев, уверен Александр Журавский. Нужно понимать, что привлекательность того же Приморского края нарастет вместе и одновременно с созданием новой инфраструктуры. Я хочу сказать, что в большинстве регионов, которые разрабатываются региональные программы, не были достигнуты те показатели, которые планируются. Не были они достигнуты, в частности, потому, что сам механизм программы содержит много функций, таких достаточно жестко модерируемых и административных. В этом отношении есть понимание необходимости совершенствования механизмов федерализации госпрограммы, и это есть понимание на федеральном уровне, поэтому готовится предложение по внесению изменений в госпрограмму, в частности, по снятию некоторых предыдущих административных функций. Поправки и в программу поддержки соотечественников, желающих переселиться в Россию, и в закон о гражданстве, и во многие другие нормативно-правовые акты, связанные с этим вопросом, сегодня разрабатываются на самых разных уровнях, начиная с муниципального, в тех регионах, где уже столкнулись со сложностями при приеме соотечественников, и кончая правительственным. Но и самим переселенцам нужно быть готовым к тому, что путь домой не будет усыпан розами. Придется потрудиться, уверен Леонид Егоров, руководитель Калининградской региональной организации переселенцев «Родной край». В эфире программа «Домой в Россию». Репортаж в тему. Почти сразу после того, как в России появилась государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, Леонид Егоров решил, что пришло время возвращаться на родину. Тогда 40-летний радиоинженер жил с семьей в Латвии. Теперь он с женой и детьми – калининградцы. Все рекомендации, которые дает Леонид Егоров, проверены на его собственном опыте. Я думаю, что самое главное, каждый переселенец очень большую ответственность брал на семья. Уезжая в Латвию, даже с любой другой республики, страны, глава семьи, так скажем. Он должен понимать, что его ждет, какие здесь, так скажем, условия. Поэтому здесь надо все хорошо продумать, проанализировать. Во-первых, надо читаться, прочитать эту программу. Сейчас уже понятно, что социальная сфера здесь действительно работает в данной программе. Но то, что касается жилье и трудоустройства, это полностью в любом случае ложится на переселенцев. Тут надо понимать, что, ну, так скажем, содействие, да, содействие будет. Но, опять же, это только содействие, да. Кто-то словом, кто-то советом каким-то посоветует. Но приобретение жилья, опять же, и куда человек пойдет работать, это он сам должен понимать. Надо понимать, что действительно много документов надо собирать. Причем у меня есть совет такой. Все документы, которые переведены с иностранного языка на русский язык, необходимо, чтобы их заверял именно нотариус российский, с российской печати со своей. Потому что были такие случаи, что и печать нотариуса на иностранном языке приходилось здесь уже, в Калининграде, переводить на русский язык и заверять ее. Вот. То есть нюансов, конечно, очень много. Опять же, при получении российского гражданства иностранный гражданин, который раньше был, ему необходимо заменять водительское удостоверение. То есть об этом вообще нигде не сказано. Это просто люди сталкиваются, вот здесь уже живя. Допустим, у меня были вратвийские права при получении российского гражданства. Я их должен был обменять. Причем обменять не просто обменять, а надо было сдавать теорию правил дорожного движения. То есть такие нюансы, которые, так скажем, нигде не озвучены, но это из жизненного опыта. В эфире программа «Домой в Россию». С чего начать? Вот главный вопрос, который стоит перед человеком, желающим сменить вместе с местом жительства и страну. И прежде чем начать собирать документы на переезд и паковать вещи, необходимо определиться с местом, где вы обоснуетесь, уверен Леонид Егоров. Если говорить о нашем переселении, то, естественно, это было не спонтанное решение, это было решение, принято на Большом семейном совете. Оно было осознанно. Мы где-то в течение полугода, во-первых, изучали саму программу. Это был как раз 2007 год, начало действия самой госпрограммы «Переселение». Нам толком-то никто ничего не мог рассказать о ней. Поэтому приходилось нам все досконально изучать, все положения программы. Несколько раз мы выезжали с детьми из Калининград посмотреть, что это за город такой. Потому что, например, сын у меня ни разу не был в России, и он вообще понятия не имел, что это такое. После того, как мы уже окончательно решили, что да, можно переезжать, то следующий вопрос стоял в том, чтобы понять, а где мы будем жить, и где мы будем работать, и где дети будут учиться. На что я опять же сам поехал в Калининград, и через своих знакомых, других товарищей, так скажем, которые занимались здесь строительством. Я с ними договорился, что они принимают у меня работу, строительную компанию. Договорился, что супруга будет работать по специальности. Уже я понимал, где дети будут учиться, в какой школе. Ну и после этого мы начали интенсивный поиск возможности продать свою трехкомнатную квартиру в Риге. И люди, которые предложили здесь квартиру, в Калининграде, они с пониманием отнеслись, дали мне небольшую отсрочку. И так получилось, что мы, в принципе, уложили срок, и продав квартиру в Риге, приобрели здесь, в Калининграде, квартиру. Как вы получили гражданство? Много ли нужно для этого документов? Долго ли этот процесс? Знаете, прежде чем получить гражданство, переселение, он, во-первых, приехав в местность, допустим, в данном случае Калининградский область, он должен встать на миграционный учет. То есть в течение определенного времени, там, ну, месяц, два или три прошло, мы получили разрешение на временное проживание. Оно дается на три года. В принципе, программа переселения, она на самом деле не обязывает переселенцев принимать российское гражданство. Но те, скажем, переселенцы, которые имеют и захотят получить гражданство, они имеют право подать на российское гражданство именно в то время, когда у них действует разрешение на временное проживание. То есть в течение вот этих вот трех лет, пока действует разрешение на время проживания, переселение сможет подать на получение российского гражданства. Что мы, в принципе, и сделали. По истечении, это, по-моему, года полтора, прожили по разрешению на время проживания, подали документы на получение российского гражданства, и в течение двух месяцев мы его получили. Там не много документов, Леонид Федорович? Вы знаете, совсем немного. Основным, мне кажется, главным, это надо было отказаться от латвийского гражданства в порядок. И собрать там буквально несколько справочек, по-моему, о состоянии здоровья. Ничего сложного, по сравнению с тем, что мы собирали документы, когда вот на саму год программы, ничего сложного там не было. Леонид Федорович, и как живет ваша семья сейчас? Ну, вы знаете, что интересно, дети вроде бы взрослеют, еще, слава богу, никто не позволял, что мы переехали. Самая сложная проблема в любом регионе – жилье. Где-то, преимущественно в сельхозрегионах, соотечественникам предлагают дома, где-то пока только квартиры в общежитиях с перспективой получения отдельного жилья. Леонид Егоров сумел решить эту проблему самостоятельно, продал квартиру в Латвии и купил в Калининграде. А вообще, надо отметить, что власти Калининградского региона достаточно успешно решают жилищную проблему. Они покупают квартиры переселенцам. В начале нынешнего года конкурсное агентство Калининградской области объявило очередной аукцион на покупку 20 квартир для соотечественников. Причем, все жилье в новостройках, готовых к заселению. В области есть временный центр размещения, рассчитанный на 350 человек, и скоро будет сдан еще один на 700. Благодаря такому вниманию к соотечественникам, в этот самый западный регион России уже перебрались свыше 9 тысяч человек. На рассмотрении находятся еще 13 тысяч анкет от кандидатов на переезд в Калининградскую область. В эфире программа «Домой в Россию». Соотечественники, которые переезжают на постоянное место жительства в Россию, в основном люди молодого и среднего возраста. Тех, кого старше 60 лет, меньше 1%. Высшее, неоконченное, высшее и среднее специальное образование имеют 80% участников госпрограммы. Подавляющая часть переселенцев из стран ближнего зарубежья. В качестве главного мотива участия в программе они называют безработицу в стране проживания, непростую национальную ситуацию и отсутствие перспектив для детей, в том числе невозможность получения качественного образования. Немало желающих выехать из неспокойных стран. Выбирая место переезда, соотечественники, как правило, желают воссоединиться с родственниками или вернуться к своим корням. Для многих самым привлекательным моментом государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию является возможность получения гражданства по упрощенной схеме всего за полгода. Однако не всегда сделать это бывает просто. Обо всех нюансах этой проблемы мы будем говорить в следующей передаче. В эфире программа «Домой в Россию». В завершение хочу еще раз напомнить, что сразу после окончания нашей сегодняшней программы начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши звонки будут приниматься в течение двух часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8-800-100-06-76. Повторяю. 8-800-100-06-76. Для слушателей в Украине номер телефона несколько иной. 0-800-502-676. Повторю. 0-800-502-676. Обратите на это внимание. И, кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домойсобакарувр.ру. Кстати, на сайте Голоса России 3wruvr.ru вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в программе «Домой в Россию». В эфире программа «Домой в Россию». Мы надеемся, уважаемые слушатели, что вы примете активное участие в нашей передаче. Ведь ваши соображения, замечания, пожелания помогут сделать государственную программу по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа более эффективной и успешной. Россия ждет вас. До следующей встречи. До свидания. С вами была Татьяна Соловьева. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития. Министерства регионального развития. Они отложены решения в этой организации. И вы знаете, кто это. Почему эти близости до сих пор и в СССР? Я вам лично высылал положение о работе Координационного совета. Такой процедурой, как отзыв какой-то организации членов, есть страновая конференция. Все члены Координационного совета утверждаются на ней. И вот есть процедура выражения недоверия, вот какая она длинная, что уже с первого шага большие споры. Но процедуры, что вдруг какая-то организация решила, что она не того делегировала в Координационном центре, нет. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. Господи, как вы говорите, у меня предложение. К политическим вопросом есть? Человек, смотри, сейчас, минуту. У меня уже предложение такое. Нет, нет, только стандартные вопросы. Если можно, предложение сейчас ставьте. Спасибо. Спасибо, Сергей Петрович. Слово, одну секундочку, слово предоставляется советнику посольства Российской Республики, господин Попову Василий Семеновича. Не хотел бы, заставить, пожалуйста. Вот, читаю пункт третьей повестки дня. Подтверждение полномочий действующих членов КСФС от Таллина центра и западной скидки. Ну, ничего не понятно, о чем идет речь. Каких членов? Ну, если поставили вопрос, как следовало из доклада уважаемого Сергея Тавловича о недоверии Александру Геннадьевичу Усакову, тогда почему не переподтвердить полномочия остальных членов Конституционного Совета? Красноглазого, того же Игоргенца. Почему, как здесь прозвучало, калуарно выбрали двух людей, которым выносится вот им недоверие, не обсудив это в рамках Конституционного Совета? А потом гранилов говорит, да елки палки, аж против меня заговор, это посольство виноват. Говорю вам от себя лично и от посольства Российской Федерации. Наша задача не в том, чтобы вы здесь делили мягкие кресла под свои мягкие зады, а для того, чтобы вы работали. Давайте судить по вкладу все отечественное движение, то, что реально вносит, и кто, как позиционирует себя среди жителей Лос-Намяя, Северо-Воскока, среди ведомых соотечественных. Потому, что уже полтора года я здесь наблюдаю постоянные склонки, разборки, и все это на пути консолидации. Я не думал, что вот такой не то, что сырой, а провокационный вопрос войдет в сегодняшнюю полюску дня. Я слышал об этих подписах, слышал о том, что что-то происходит, но я просил, некоторых людей этот вопрос не выносить ни суда, ни на кассерзия, а постараться его решить нормальным человеческим путем диалога. Вместо этого я вижу, что мы стоим на пути очередных разборок с отечественным движением истории. Кому это выгодно? Вам это сомневаюсь? Вы от этого кроме минуса не получите ничего. Может быть это выгодно рядовым гражданам членов Русской Общины Эстонии? Тоже поскольку их подлинные интересы останутся как всегда за бортом. И образование на русском языке, и вопросы помощи ветеранам, практически помощи ветеранам. вот завтра вот здесь стоится акция водопроводительной помощи детских домах. Придут люди, которые к вам отношения не имеют, но которые сами готовы внести свою копейку в помощь детям. Существуют и другие примеры реальных дел, которые есть. Какое впечатление, что вы живете где-то в космосе в профессиональном соотечественном движении, а соотечественное движение с его действительно наболевшими проблемами находится где-то внизу. но при этом некоторые из вас считают нужным апеллировать людям, считают нужным спекулировать на их нуждах и при этом сводить какие-то внутренние счеты. Это безобразие и бардак. Поэтому говорю о чистой решении. Вот этот вопрос, который вы подняли, заканчивайте. Если вы продолжите проводить эту деструктивную линвину на раскол соотечественного движения, ну поверьте мне, я приму самые жесткие меры, те, которые позволяют мои должностные обязанности и мой статус здесь. Потому что для меня собрать из 368 организаций какой-то единый поток во имя тех самых простых людей, это основная задача. Кто будет решать, тот прав. Я думаю, что я предельно ясно вам объяснил, как я отношусь к подобного рода пунктам повестки дня. Может быть действительно Александр Горнилов или Русаков или кто-то еще поступает некорректно по отношению к товарищу инкредитационному совету. Это проблемы роста, проблемы профессионального человеческого взаимодействия. Вот и ищите компромиссы. Выставляйте это вид, обсуждайте, советуйте. Но идти по пути сразу взрывы ситуации, я считаю, это не только деструктивно, это провокационно. Ну а дальше, поскольку я не делегат вашего уважаемого собрания, вы принимайте решение сами. Я не пастуха, не поводы, вам идти вперед сами. Это просто порядке ремники. Спасибо. Спасибо. господин господин представляйте. Спасибо. Здравствуйте. У нас принесли информация русской школьной истории. В качестве репети было приявлено такое обвинение в том, что они создали русский альянс. Но должен заметить, что русский альянс в основном состоит не из соотечественных организаций. Поэтому даже связывать его в том, что он раскалывает соотечественные движения, просто нельзя. Мы говорим о разных вещах. Поэтому просто обвинение, мне кажется, совершенно надумано. Совершенно не ведущим в ногу соотечественным движением, которое нам надо поднимать, чтобы оно двигалось вперед и действительно отражало современные реалии. А современные реалии таковы. Мы как-то обсуждали на дискуссионном клубе ситуацию, которая сейчас развивается. И вот депутат Европарламента Татьяна Жданук, например, высказала такую вещь, если говорили в прошлом. Евровыборы в основном базировались вокруг экономических проблем, которые были созданы в мире. Как вы помните, в 2008-2009 экономический серьезный кризис был. Сейчас серьезный георгополитический кризис. И вот тут должны меняться какие-то ориентиры, акценты нашего соотечественного движения. Это надо вот это обсуждать, это в этом плане двигаться больше всего. И смотреть, как эта ситуация скажется на нас, живущих здесь, в соотечественниках. И чем мы можем поддержать наших соотечественников в России. Это тоже важно. И чем они будут проводиться? Можно спросить про родину или нет, просто авариант? Я прошу извинить, Михаил. Это можно про прохождение. Кто такой? Вы что это делаете? Я прошу извинить меня, но мы рассматриваем пункт повестки дня. Сергей Карпович, я прошу еще раз подойти и спромулировать, чем мы должны закончить тогда этот повесток дня. Это было. А вы на самом деле небольшое за то, что у нас в повестке дня нет такого пункта, как избрание резервных делегатов. Это есть положение. На региональной конференции всех регионов избираются два резервных кандидата. Это все прекрасно, но в нашей повестке этого нет. Мы не можем это сейчас сделать.